Количество свалок на территории Самары за последние пару лет сократилось в два раза. С 2014 года их ликвидировали более 170. Но до конца проблема еще не решена. В разных районах города по-прежнему продолжается самовольный сброс отходов. Причем 90% составляет строительный мусор. Под особым контролем частный сектор. В местах, где чаще всего образовывались несанкционированные свалки, установили видеокамеры, а также посты охраны. Но и этих мер в борьбе с нарушителями недостаточно. Одну свалку вывозят, и на том же месте появляется новая. Конкретные решения, которые помогут искоренить проблему, были выработаны на освещании в городской администрации. Штрафовать нарушителей мало, считают представители полиции. Предлагаю провести совместное мероприятие с Департаментом благоустройства и экологии городского округа Самары по документированным правонарушениям по статье 8.2 с целью последующего принятия мер обеспечения характера к изъятию из использования правонарушения транспортного средства как орудия совершения административного правонарушения. В прошлом году сотрудники Департамента благоустройства провели более 700 рейдов. Сумма наложенных штрафов составила всего 101 тысячу рублей. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, это крайне низкий показатель. Кроме того, большинство правонарушителей – люди, приезжающие в Самару на заработки. Призывы к совести зачастую на них не действуют. «Земля должна гореть под ногами этих людей. Раз они не понимают культуры города, значит, нечего им здесь делать. Потом за счет бюджета, который формируют за счет налогов горожан, значит, мы это все вывозим. Нас прокуратура за это наказывает. Вместо того, чтобы эти 12 миллионов рублей направить на ремонт какого-то участка дороги на Ракитовском шоссе, мы вынуждены, значит, фактически обеспечивать благосостояние этим людям». Решать проблемы несанкционированных свалок будут сообща ГИБДД, Природоохранная прокуратура, Общественная организация и Министерство лесного хозяйства. Присоединиться к ним могут и активисты ночного патруля. До 50% собранных штрафов в результате их работы могут быть направлены на финансирование гарантовой деятельности и общественных проектов. Свои предложения по взаимодействию с городской администрацией в решении проблемы несанкционированных свалок специалисты всех структур и ведомств подготовят в течение 10 дней. Редактор субтитров А.Семкин